Мы в прошлый раз с вами начали говорить в Единице, потому что важно, сегодня мы продолжим. Мы говорим о том, что мы здесь не просто-просто для того, чтобы хорошо проводить время. Вы знаете, мы собираемся не потому, что Виктор, Алекс, не знаю, как лучше, что-то надо высказать, кто-то должен это услышать. Церковь это не место, где люди просто могут найти себе жену или мужа, хотя некоторые рассматривают так церковь. Мы не собираемся здесь для того, чтобы устроить шоу талантов, кто лучше умеет, красивее петь или говорить. Все в жизни начинается с Бога, он должен это понимать. Все начинается с того, как человек относится к Богу, понимает его, слышит ли он его. Бог хочет, чтобы мы с вами нашли удовлетворение своих душ именно в нем. Это очень важно. Нам важно понимать, что если не Бог, человек не может быть по-настоящему счастливым в этой жизни. Бог желает, чтобы у нас с ним были взаимоотношения. И это не религия, это не просто традиция или что-то еще. Все помните великую Задоведь Иисуса Христа? Возлюби Господа Бога твоего чем? Всем сердцем. Всем сердцем твоим, всем умом твоим. Крепость. Всем, что у тебя есть. Потому что на этой заповеди основано все учение Библии. Бог все связывает именно с этим. Вторая подобная ей. Возлюби и ближнего твоего, как самого себя. Когда один брат нашей церкви своему родному брату сверил в Слово Иисусе Христе. И вот, что тот ему ответил. Они там в скайпе переписываются или где. Тот ему написал. «Если в райу только тупые ламеры, я только не знаю, кто такие ламеры, то мне такой рай не нужен. Я хочу быть личностью, а не рабом. И не ползать на брюхи, а идти высоко, подняв голову. Ибо человек звучит гордо, а раб нет. Не пресмыкаться, а нужно расти, чтобы встать рядом, как достойный, а не в ногах, как червь попирая». Люди, которые пишут что-то подобное, они очень на самом деле несчастны. По одной простой причине. Они не понимают, что они сами сейчас себя описали, что они рабы своих желаний, своих богатей. И они сами фактически ползают на брюхи. Потому что, когда человек рад греха, он даже этих вещей не осознает. Он не осознает, как сильно мы все с вами согрешили. Насколько сильно мы лишены славы Божьей. А слово об этом говорит. Что все люди согрешены и лишены славы Божьей. Вопрос, кто им об этом рассказывает. И Бог говорит, что мы с вами им расскажем об этом. Потому что это и есть любовь к ближнему. Бог, конечно, мог бы выбрать другие методы евангелизации. На небе написать Иоанна 3,16. Сделать что-то необыкновенное. Идите каждому человеку. Но Бог не пользуется такими методами. Он хочет, чтобы мы с вами пошли и другим рассказать. Великое поручение есть такое. Идите, научите все народы. Чему научите? Научите о любви Божьей. Научите о том, что человек грешен. Научите о том, что Бог по благодати готов принять и простить. И это не о делах, чтобы никто не попалился. Идите, научите все народы. Крестья, как во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелил вам. И все с вами будут все дни и скончания века. Это последние слова Христа. Поэтому мы с вами должны фокусировать нашу жизнь именно на этом. На великой заповеди и великом поручении Иисуса Христа. Но знаете, чтобы так жить, чтобы так жить. Чтобы действительно любить Бога и любить ближнего своего. Именно вот так, как говорит Иисус. Человеку нужно понять. Нам с вами нужно освежить. Вопрос поклонения. Потому что если мы поклоняемся Богу по-настоящему, то все, что Бог сказал, будет по-настоящему важным для нас. Может быть для кого-то из вас будет сегодня небольшим удивлением. Но я вам скажу, что Божье Слово учит, что все люди поклоняются всегда. Да, не все поклоняются Богу. И в этом есть разница. Можете посмотреть направо-налево, вперед-назад. И вы увидите, что каждый здесь присутствующий. Поклоняющийся. Вопрос к кому? Итак, мы с вами поговорим о том, что такое поклонение. Кто-то это связывает с каким-то стилем музыки, с современной музыкой или с органом, с хором, оркестром. Кто-то говорит, поклонение это болитва стоя. Кто-то говорит на коленях. Третий говорит, что вообще лежать надо. Четвертый говорит, что неважно, можно сидя. Кто-то связывает вопрос поклонения с десятиной, что обязательно только десятину надо жертвовать. Кто-то говорит, что тебе все надо продать и отдать Богу. Остаться с детьми на улице. А кто-то говорит, что поклонение Богу это то, как ты относишься к хлебопреломлению. Поэтому его ни в коем случае пропускать нельзя. Все остальное можно вообще наклевать. А вот хлебопреломлению надо быть. А другие говорят, а это вообще не обязательно. Главное, что у тебя все в жизни хорошо. У людей сегодня очень много странных понятий о поклонении. И вы знаете, любой экстрим, он не есть правильный. Бог все, что нам дает, он дает нам в здоровом балансе, чтобы мы имели правильное понимание самого Господа, и что нам подсвечет. В Библии о поклонении говорится многое. Более 200 раз упоминается слово поклоняться в той или иной форме. Ветхий Завет, если вы знаете, да, Библия состоит из Ветхого Завета и из Нового Завета. Ветхий Завет описывает нам отношения Бога и израильского народа. И мы видим, что вся жизнь израильского народа, она была связана именно с вопросом поклонения. Несколько другим. Все их благословения и проклятия, все их лучшие дни и худшие дни, плодородие и засуха, все было связано с вопросом поклонения. По крайней мере, когда мы читаем Писание, мы именно так и видим, что когда народ израильский упадал в идола поклонства, Бог моментально начинал их судить. Где-то он ждал, и потом судил их намного строже. Где-то он брал нацию и отправлял в рабство на долгие годы, только потому, что они переставали поклоняться Богу. Они теряли свою землю, отцы и матери хоронили своих детей. У них гражданские воины были, не только с другими, но и внутри, а для друг друга грызть начинали. И долобоконство всегда подпорождало такие вещи, как глуты и всякого рода нечистоту. Я вам более того скажу, люди начинали своих детей приносить в жертву. Наоборот, в жертву. И Бог постоянно предупреждал Свою народ о вопросе поклонения. Послушайте. Вторая заповедь, вторая заповедь. Не знаю, кто знает, где 10, но вторую мы с вами сегодня должны запомнить. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе и что на земле внизу, и что в воде и ниже земли. Бог говорит, ничего из того, что вообще изотворенное, не делай себе кумира и изображения. Пятая стихия. Не поклоняйся им. Не поклоняйся. И не служи. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей из-за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим закупы дня войны. Послушайте. Бог очень серьезно делает акцент на вопросе поклонения. И он говорит, что человек не имеет права делать никакую вещь, никакое извояние, либо не имеет права ни из какой вещи делать объект своего поклонения. Он говорит, за это вот, что я буду делать. За это я буду проклинать человека, я буду его наказывать. Поэтому нам очень стоит серьезно взвесить то, когда люди говорят, я поклоняюсь и потом называют что-то после этого. Или кого-то. Перед тем, как войти в землю обетованную, вот что Бог сказал народу израильскому. Он вывел их из Египта, они шли по пустыне, должны полететь в землю обетованную. Когда пойдет перед тобой ангел мой, и поведет тебя Камреем, Хитеем, Ферисеем, Хананеем, Ивейм, Иефусеем. Это вот все народы, которые жили в земле обетованной. И Бог говорит, истреблю их. Вот какая жестокость. Но посмотрите, это была причина. Он и говорит, когда вы туда попадете, то не поклоняйся богам их и не служи им. Смотрите, что дальше написано. И не подражай делам их. Потому что дела связаны с объектом поклонения. Всегда. Но сокруши и разруши стабы. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит хлеб твой, воду твою, и отвращет вас болезни. Раз раза мы видим, что Бог предупреждал народ израильский. Именно об этом. И вы знаете, именно в этом они спотыкались. Причина, почему многие люди сегодня не могут получить благословение от Бога. Потому что объект их поклонения не Господь. А тот или что-то другое. Мы должны с вами понимать, что духовный мир существует, и там тоже есть свои законы и принципы. И мы с вами живем в этом духовном мире. В одном из трех искушений Сатана предлагает Иисусу Христу кое-что. Послушайте. Помните, да? После крещения Три искушения Христа. Сам дьявол это делает. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их. Представляете себя. Во мгновение ока Он показывает все самые дорогие, развитые города. И говорит ему все это я дам тебе, если пав, вот цена такая. Поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему отойдет от меня Сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному слушай. Если вы хотите знать, насколько важно поклонение, спросите у дьявола, и он вам скажет. Потому что он уже сказал ты из искушения Христу. Давай, я тебе дам. Мне ничего, тебе не надо, слушай. Все себе оставь. Просто склони колени передо мной. Враг человека говорит о том, что самое важное. Те, кто Бога не услышали, не услышали. Иисус много говорил о поклонении. В беседине самаряшка он говорит, настает время, уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Это не вопрос древности, это вопрос для нас сегодня. И Бог говорит, сегодня я ищу себе поклонников. Бог хочет, чтобы люди преклонились перед Ним. Ему это приятно. От этого человеку только польза. Истинные поклонники будут поклоняться, как сказал Христос, в духе истины. Не на святых местах, не только в воскресенье в десять часов, а в духе истины. Всегда, везде, на каждом месте. Бог много говорит в книге Откровения о поклонении. Мы не сможем все места сегодня разобрать с вами, но как минимум мы можем сделать заключение такое. Все люди на планете Земля делятся только на две категории. Не больше на две. Первая группа людей поклоняется Богу, вторая поклоняется всему остальному. материзму, материзму, заслугам, призванию, себе, сатане, бесам. Есть и такие, которые открыто почитают дьявола. Основная масса открыто не делает, основная масса людей почитает какие-то земные, человеческие, людские вещи, материальные вещи. Бог все это называет идола поклонства. В любом случае, все всегда поклоняются. Спрашивая сейчас себя, дорогой друг, кому я поклоняюсь? Кому я поклоняюсь? Кто мой Бог? Кто мой Господь? Перед кем я преклонил свою жизнь? Иисус для этого. Так, что такое поклонение? Новый Завет был написан на греческом языке, на еврейском, и поэтому и там, и там употребляется слово поклонение. В греческом используется слово проску, а в еврейском используется слово шарка. Оно означало следующее. Оно означало целовать кому-то руку как знак почтения. Или в древности падать на колени и коснуться лбом земли как знак почтения. Встать на колени, чтобы оказать почтение или совершить прошение о чем-либо. Это знак того, что тот, кто стоит перед тобой, он выше ранга и выше звания. Поэтому мы можем сделать следующее слово, что поклонение включает в себя то, что человек почитает кого-то или что-то как свой авторитет, как тот, который находится над ним и руководит его жизнью. Или человек сознательно отдал ему власть, чтобы тот руководил его жизнью. И этот авторитет имеет полное право распоряжаться им. вы знаете, поклонение никогда не бывает в вакууме. Оно имеет всегда действие полетение. Давайте такой простой вопрос. Кому мы сегодня целуем Бог? Кто реально хозяин нашей жизни? Знаете, в идее незавиды бывают даже не человек какой-то. Иногда это внутри очень сильное желание чего-то. И он перед этим желанием преклоняется. Он становится на колене перед этим желанием и говорит сделай меня счастливым. Я тебе даю всю власть. Просто сделай дай мне то, что я хочу. Все люди поклонники. Очень часто сегодня можно услышать даже такие слова как фэны, да, слышали, да? Фэны, кумиры. Мир вот этими словами свидетельствует о том, что есть поклонение. когда кто-то берет и особенно это делают подростки иногда им начинает нравиться какие-то музыкальные группы они покупают большие постеры и начинают залепливать фотографиями стены в комнате и так далее. То есть это говорит о том, что человек живет с потребностью перед кем-то преклониться всегда. Без исключения всегда. Все люди это делают. Просто взрослые немножко умнее они их не клеят на стенах. Они их клеят в своем сердце, чтобы никто не видел. И уже они постеры каких-то так известных музыкальных групп, а чего-то другого. Все люди кому-то поклоняются. Нет ни того человека, который бы не поклонялся. Бог создал нас поклонника. Помните первые дети, которые родились у Адама и Евы? Как их звали? Что мы знаем о их жизни? Мы не знаем ни о их детстве, не знаем в какими игрушками они игрались, не знаем в какой спорт они играли, но мы знаем что когда они выросли они совершили что? Акт поклонения Богу. Каждый принес то, что имел и с тобой сердце которое имел. Вся история Израиля это история поклонения, вся история церкви это история поклонения, история человечества это история поклонения. и вы это увидите в любой религии в любой даже культуре даже там где есть знаете такие отъявленные атеисты там есть поклонения там есть поклонения даже говорят Бог те люди говорят что Бога нет они все равно поклоняются просто их Бог носит другие названия и так церкви делятся на две категории истинные поклонники которых ищен Господь и идолопоклонники интересно что об идоле очень много написано о Иблии именно христианство больше всего осуждает идолопоклонство потому что в христианстве самый важный вопрос это вопрос поклонения люди где-то стоят на коленях перед какими-то статуями кто-то вырезает портреты любимых кумиров подражает им начинает одеваться как они говорить как они и так далее и тому подобное есть те которые молятся иконам образом святых это тоже идолопоклонство сегодня очень интересный современный есть образ какого идолопоклонства в фейсбуке или в социальных сетях я иногда захожу на чьи-то имена на чьи-то аккаунты я просто смотрю чем человек делится не только сегодня скажем на протяжении года я просто просматриваю ленту того мне просто интересно какой-то человек в друзья просится я прежде чем добавить в друзья начинаю просматривать он такой что для него важно что цена для него это очень хорошо являет того кто кто же его господь под этим включен очень сильно сегодня есть очень много материальных идолов салон 134 15 говорит следующее идолы язычников серебро и золото дело рук человеческих то есть если мы думаем что это должна быть какая-то личность мы очень сильно заблуждаемся нет идол может быть что угодно идол может быть какое-то что-то просто материальное мы знаем массу людей которые живут ради денег они так сердцем к ним привязаны это не только те у которых есть эти деньги довольно часто это те у которых нет этих денег они так хотят они все делают только ради денег если те которые имеют много денег и тоже много ради денег это не вопрос сколько человек имеет это вопрос как он к этому относится вещи какие-то новые занавеси хочу и все это сделает мою жизнь счастливой люди не открыто поклоняются дьяволу потому что открыто поклоняются дьяволу это плохо если они открыты это не делают они говорят у меня все в порядке у меня другой идол который сделает меня счастливым и откровение в 9 главе 20 стихе мы читаем такую интересную вещь это Бог говорит о будущем прочие же люди которые не убрали от язвы не раскялись дела круг своих так чтобы не поклоняться бесам и золотым серебряным медным каменным и деревянным идолам которые не могут не видеть не слышать не ходить может быть нет открытого поклонения бесам я бесам поклоняюсь я его нет но человек поклоняется каким-то материальным вещам и это идолопоклонство есть людские идолы и мы с вами сегодня живем в таком обществе где возможно людских идолов намного больше даже чем материал наше общество пропитано от рождения ребенка до садика школы университета работы семьи и даже до смерти можно проследить как человек увлечен поклонением человеку вы вы видите чтобы детей с детства учили поклоняться Богу но когда ребенку постоянно родителей угождают и потакают в его желаниях что они ему говорят о поклонении подумайте просто они говорят ему следующее дорогой мой Петя Вася моя дорогая Аня не знаю кто еще на самом деле твое желание сейчас это для нас закон и мы будем все делать чтобы исполнять твое желание вот такие вот дети вырастают и потом у них начинаются серьезные проблемы в жизни знаете почему потому что у них есть господин которому они научились поклоняться желание хочу кто-то потом не удовлетворяет эти желания и у них серьезные проблемы в жизни иногда родители становятся на защиту своих детей когда происходят какие-то ссоры и ребенок может быть даже не прав но только потому что он мой я готов всем доказать что он прав ребенок становится идол один случай я читал в новости кстати женщина с нашей страны где-то за границей работала 10 лет и она заработала денег чтобы купить детям и квартиры и машины и там свадьбы им оплатила все потом она вернулась назад я не помню с какой страны она живет неважно ей нужно было всего лишь нам всего какие-то 150 евро чтобы дети помогли ни один ребенок как как так можно относиться к собственной матери что мать делала все эти годы и молодые люди женятся и выходят замуж по причине идолоподлонства вот вот именно она сделает меня счастливым вопрос не стоит так что кого бог ко мне приведет я готов сделать этого человека счастливым я буду служить ему вопрос стоит по-другому вот этот человек удовлетворяет мои потребности то как он она выглядит то какие у него взгляды мы во всем сходимся что ты говоришь все равно во всем сходимся я столько молодых пар видел которые вроде бы во всем сходятся потом почему-то живут а потом расходятся и говорят мы не нашли общий язык так вы же говорили что вы во всем сходитесь понимаете в чем это вопрос поклонения это не вопрос вы почитайте как женился Исаак знаете как он женился Авраам взял своего слугу и говорит мой сын на язычнице не женится он женится только на той из моего рода не знаю кто она иди к моим родственникам и приведи ему жену и он на ней женился знаете почему потому что Бог был не то что я получу от этого а я готов служить того кого Бог мне не привел не то но много трагедий происходит в семейной жизни так так если он пашет только на твой гардероб меньше поклоняться надо шмотком и будет все в порядке извините что я люблю такие вещи но это банальные простые вещи которые в которых мир сегодня погибает кто Бог кто управляет жизнью живут люди ради собственных удовольствий похоти физиологических потребностей иногда живут только ради того чтобы кушать встречали тебя филиппинцам 3 глава упоминается такое Павел говорит многие о которых я часто говорил вам а теперь он говорит я даже со слезами говорю об этих людях они поступают как враги Христа Христу это были верующие никогда это сейчас они как враги Христу их конец погибель их Бог кто не понимает по-русски я вам скажу по-русски Бурта правильно сказал хотите интеллигент 100 магов немножко улучшу когда покупаешь на УЗИ всех гордов внутри выучишь все называть но посмотрите для многих людей христианство стало просто способом покушать их не интересует ни молитва ни общения но если есть еда на столе они там и только они даем тарелку домой с собой полную с горочкой вера вдруг куда-то исчезла Бог их чрева и слава их сранит они высвет из-за него у кого-то есть другие идолы пастыря священники и служения это уже чисто религиозные такие люди готовы на все только чтобы именно на них он обратил внимание чтобы он возложил руки чтобы он прикоснулся помолился чтобы он потому что если он то тогда я что-то это ничего и они готовы целовать любые руки иногда даже извините в буквальном смысле слова и вы знаете о чем я говорю где не надо растолковывать готовы целовать любые руки не ради Христа друзья я не готовы там ноги помнить но руку почему потому что эта рука может что-то предоставить моим желанием у нас в стране знаете иногда даже хоронят с идолопоклонствами к сожалению у нас женят с идолопоклонствами я даже видел христианские свадьбы покорные в идолопоклонствах где больше любится от человека чем на самом Боге где смерть это не лучший день жизни встречи с Господом а трагедия после которой я хотел всю массу все проблемы человечества они связаны исключительно с вопросом кому я поклоняюсь и все то есть ученые можно сказать что они расслабились и перестали тратить государственные деньги на выяснение того как сделать людей счастливыми Бог уже все сказал Бог не требует даже плата он говорит ваши проблемы только в том только же Бог все другого ответа нет римлян первая глава очень четко об этом говорит но когда не познав Бога познав Бога узнав что Он есть не прославили Его как Бога и не возблагодрили но осуетились в мыслях своих омрачилось несмыслимое и сердце оно и так несмыслимое оно еще и омрачилось после этого покрылось мраком они называют себя мудрыми обезумели и славу нетленного Бога изменили что образ подобный тленному или умирающему человеку птицам четвероногим присмыкающимся кому хотите собак больше прав чем у людей в некоторых странах то Бог отреагировал на все это написано что Он предал в похотях сердец их нечистоте потому что корень всего это похот человеческая так что они собернили сами свои дела они заменили истину Божьей ложью и что делали что они делали подчеркнуто словом это Бог говорит вот что говорит Он не говорит что они при этом пошли домой отдыхать он не говорит что они когда все это сделали они стали счастливыми написали поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веке посмотрите в процессе отвержения Бога как Господина и принятия другого кого-то как Господина человеческое сердце активно участвует вы понимаете вы не можете меня заставить поклоняться Богу потому что мое сердце оно активно пристрастно и оно участвует в процессе поклонения но вопрос того кого я признаю всей своей душой всей своим разумом всей своей жизни вы можете мне вдалбливать голову и сказать Витя мне нужно поклониться Христу Он Господь Он так сказал и так далее если я не принимаю сердцем свое решение никто не может меня убедить но и угадайте кто ответственный в конце концов я один я один ответственный ты один ответственный друг дорожной за то кому ты выбираешь сегодня поклоняться и вот что с людьми случается потому прену Бог постыден страстям он говорит о таких вещах о которых даже противно говорить женщины изменили естественное употребление противоестественным мужиками захотели стать и стали подобные мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах делая срами получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение и как они не заботились иметь Бога в разуме то предал их Бог превратному уму делать непотребство так что они исполнены всякой неправды послушайте есть люди которые говорят ой как хорошо было в светском союзе не было голубых окей я не против их там было очень мало не так открыто они не имели прав но в следующем все вещи были и никто против этого не поступает они исполнены всякой неправды Бог говорит неправда это то же самое так же противно в глазах Божьих блуда лукавство корыстолюбие злоба исполнены зависти все эти вещи всегда были убийства распри обмана злонравия злоречивые клеветники Бога ненавистники обидчики самохвалы горды ну послушайте следующее изобретатель на зло человек изобретатель на зло он придумывает как лучше грешить как лучше это спрятать покрыть и представить это как что-то чистое святое непослушное родителям безрассудное вероломное нелюбимое нелюбовное непримиримое немилостивое они знают правильный суть Божий что делающие такие дела достойные смерти однако не только их делают но и делающие подавляют от чего проблемы в жизни от чего семьи распадаются от чего люди не могут найти мир почему страны воюют и проливают кровь друг друга или свой собственник почему разрад правит так открыто от чего непослушание и непочтение родителей почему люди такие гордые и самохваленные вопросы вопросов много ответ всегда один по причине поклонения по причине поклонения по причине поклонения кто твой Господь Бог кто есть Бог Которому ты сегодня поклоняешься возлюбить Господа всем сердцем разумом и всей душой это есть поклонение это есть поклонение о котором мы говорим Бог говорит меня 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 и только меня и второго все начинается с нашего сердца перед кем оно преклонено если не перед Богом оно в любом случае преклонено перед каким-то идовым я бы хотел немножко поговорить с вами о формах или выражениях поклонения нужно ли поклоны обязательно ли стоять на молитве на коленях или надо делать что-то такое особенное это последний пункт будет проповеди в конце я задам важный вопрос для всех для нас поклонение имеет свое выражение как-то оно должно выразиться потому что люди выражают если это правильное поклонение перед Богом то как правильное поклонение будет выражаться конечно же почтением мы уже об этом говорили почтением того что Бог на первом месте всегда но кроме этого Библия нам говорит о жизни церкви о том как церковь выражает свое поклонение почтение Господу во первом через крещение после покаяния всякому человеку Бог повелевает принимать решение в этом случилось в первой церкви когда люди уверовали в Иисуса Христа то Бог через Петра сказал покайтесь и докреститься каждой из вас во имя Иисуса Христа люди которые говорят что они верующие и публично через крещение не заявляют о своей вере я не верю в то что они верующие тайны учеников Иисусу не нужно посвящать тайны и дьявола нужны чтобы никто не знал что они его а Бог говорит если ты уверовал ты должен через крещение показать всем что ты уверовал поклонение выражается через каждодневное посвящение Богу своей жизни умоляю вас братья милосердием Божьим представьте тела ваших жертву живую святую благоугодную Богу для разумного служения вашего не сообразуйтесь свеком земном преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы познавать вам что есть воля Божия благая угодная и совершенная если мы хотим что Бог нас вел каждый день нам необходимо наш разум обновлять как же это делать все так сложно непонятно я часами молюсь ничего не происходит а такое писание почитаю после этого часа молись Бог обновил твой разум через Божье слово форма поклонения это пение когда церковь собирается вместе или вы где-то наедине воздавайте Богу хвалу друзья это и есть поклонение Богу написано наседая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших Господу видите сердце поет сначала это поклонение да когда люди приходят на собрание и не поют песни это означает что они Богу не поклоняются означает не поют другие песни другому Богу это я вам гарантирую молитва это форма поклонения придите поклонимся припадем приклоним колени перед Господом и отцом нашим слушание сегодня была даже проповедь о молитве о важности слушание и изучение Божьего слова как лично так и с церковью не надо ждать что вам пастор скажет воскресенье берите утром читайте открывайте библию у всех смартфон закачайте это слово Божье идите на работу откройте почитайте пару слов Бог вам что-то скажет я понимаю что не у всех может быть есть время и знание сидеть дома с книгами изучать все детали и так далее никто это при жизни Христа даже не делал а делали знаете кто при жизни фарисе а ученики слышали Христа и делали так как он сказал все очень банально и просто читайте Евангелие слушайте что Христос говорит и исполняйте это и есть поклонение аминь пожертвование да это это форма поклонения и об этом Павел тоже учил учил церковь как лично так и всей церкви каждый пусть отлагает сберегает сколько позволит ему состояние и жертв кто-то хочет лично кому-то помочь помогать но во имя Христа так чтобы левая рука не знала что делает правду не надо после этого в фейсбуках или соцсетях как вы кому-то там хлеб покупаете не надо это не есть поклонение но уже не Богу а не знаем кому но точно кому дьявол знаете что сегодня он хочет чтобы люди верующие стали популярными рассказали всем что они сделали хорошего и доброго не надо Иисус говорит если ты делаешь так делай вот чтобы твоя правая рука не знала что делать левая делай это тихо скромно перед Богом не перед фейсбуком не перед публикой который все делай это перед Богом размышления над Божьим Словом вы знаете иногда может быть нет времени читать такие дни бывают но у нас всегда есть мозги мы всегда можем размышлять правда блажен муж который не ходит на свет не чистил их не сидит в собрании развратителей и не стоит на пути безблежных молодец что не делает но он делает что-то другое но в законе Господа воля его а в законе его размышляет он день и ночь он думает о том он думает о Боге он думает о том что он когда-то слышал он думает о том как это в жизни свою воплотить он анализирует ситуации с людьми или там на работе или в каких-то жизненных обстоятельствах он думает о том Господи как ты хочешь чтобы я поступил это поклонение Богу потому что мы не бежим опрометчиво не говорим вот так и все и никак мы размышляем мы даем Богу приоритет Его учению в нашей жизни и конечно последнее я бы ставил с вами это вечеря Господь это делает церковь вся вместе это когда церковь собирается вместе для того чтобы вспомнить жертву страдания Иисуса Христа за наши грехи может быть список и больше на этом ограничен сегодня поэтому если вы хотите выражать поклонение Бог сказал как его надо выражать Бог сказал если мы не выражаем так то я не знаю как по другому я реально не знаю как по другому я когда читаю Библию я не вижу что по другому надо потому что так учит Господь в конце я хотел бы задать вопрос каждому из нас после этого у нас будет группа свою песню вопрос без которого мы это собрать не закончим кто кто твой Господь кто Господь кто кому мы поклоняемся с тем мы разделим в вечности да с тем мы разделим в вечности в вечности Бог Бог настолько нас любит друзья что он дает нам такие благоприятные моменты когда мы можем задуматься о нам о нашем сердце о нас перед ним сегодня возможно у вас есть забота о каком-то ближнем большая оставьте ближним в покое подумайте о своей душе сегодня что пользе человеку говорит Иисус если он даже весь мир приобретет всем поможет вводить царскую жизнь а душе своей навредит нет этого пользы мы не можем помочь никому если мы не помогли себе а себе можно помочь только раскаянием перед Богом в своих грехах да только так Бог не принимает от человека никаких жертв слушайте за наши грехи невозможно заплатить нашим хорошим поведением за наши грехи невозможно заплатить пожертвованиями усердиями усилиями или чем-то еще плату за грех просит Бог очень высокой этой жизни эту плату внес за нас Иисус Христос Сын Божий свою жизнь аминь поэтому Бог сегодня предлагает и приглашает всех поклонения Иисус если в вашей жизни есть идол поклонства Бог просит чтобы вы раскаялись Бог просит чтобы вы оставили этого идола пришли к нему и сказали Господь я хочу чтобы ты был им Бог субтитры